Всем привет! С вами я, Алиса. Надеюсь, вы уже отошли от этой школьной суматохи 1 сентября и вообще этих таких горячих школьных дней, в переносном смысле. И сегодня я готова порадовать вас новым видео. И сегодня мы с вами распакуем посылку. Вам может показаться, возможно, что там недостаточное количество кукол. На самом деле там лежат открытые монстряшки и виражки. И судя по коробочке, вы можете понять, что там их очень уж много. Так что оставайтесь со мной, не переключайтесь, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, а также ставьте лайк под этим видео. По ссылке лежат открытые куклы Monster High и Ever After High. Там нет кукол в коробках, поэтому тут их должно быть достаточное количество. И настолько тяжелая коробка, что мне ее тяжело, если честно, поднять. Что ж, давайте с вами будем распаковывать. У меня уже в руках резак. И я подготовила специально стол и покрыла его так красной скатертью, чтобы кукол красиво расположить на нем, а не класть их на пол. Потому что для меня все куклы цены, и я не могу просто так их бросить там на пол. И мне это жалко, это дико. Что ж, начинаем резать посылку. Она очень тяжелая, и я просто не могу ее поднять на самом деле. Что ж, ее даже тяжело передвинуть, потому что содержит она в себе кучу монстряшек и куколок. Что ж, мне очень уже интересно узнать. И я вижу пока что баблы, которые мы сейчас с вами успешно уберем. Эх, какое тяжелое. Да, уж чтобы донести эту посылку и вообще ее раскрыть, пришлось потрудиться. Ну, к счастью. Теперь мы видим с вами баблы. Баблы. И вот такую вот бумагу. Ну и, наконец, я уже вижу куколу. Так, давайте с вами уберем лишнее. И первое, это не кукла. Далеко нет. Это плюшевая игрушка. Кстати, все куклы не упакованы в отдельные баблы, как вот они приходят обычно из Америки. Что ж, первая игрушка, это вот такой вот монстрик из Nightmare Before the Christmas. Вроде бы так. Если честно, я не помню, как называется этот мульт. Но, по-моему, Ночь перед Рождеством. Он очень забавный. И как у него ручки и ножки просто вот странно движутся. Еще у него такая бабочка. Yeah. Пока положу его на центр, пусть он такой, будет центровой фигурой. Ну и, наконец, опа-пау, это вообще жесть, сколько там на самом деле кукол. Все, ладно, не будем с вами больше болтать, начинаем смотреть. И первая кукла, это Клод Вульф. Пожалуй, мы с него начнем. Он вышел с Дракулаурой из полуторной базовой серии. У него немножко стерся флок по бокам. То есть, вот эти вот бакенбарды. А так, состояние у него хорошее. Далее следует моя любимица из Monster High. И это Вайперин Гаргон из серии Страх Камера Мотор. То есть, Фрайтс Камера Акшн. Я ее очень люблю за чешую на ее теле. А также розовый цвет. Поскольку розовый, мне достаточно нравится этот цвет. И напишите в комментарии, какой цвет любите вы. Кстати, как вы можете заметить, у меня, наконец-то, старая обстановка. Если вам это нравится, то ставьте лайк и пишите в комментарии. А дальше милашка из коллекции Крипотери. Это Хаулин Вульф. Она, как я знаю, многим тоже нравится. И я не исключение. Поскольку Хаулинша, она вообще очень милая. И добрый такой персонаж. И вот в этой коллекции, хоть у нее и простенький аутфит, зато волосы нравятся, я уверена, многим девчонкам и мальчишкам. Положим ее рядом с братишкой Клодом. И следующая кукла тоже Монстр Хай из коллекции Фрейдскейм Реэкшн. Это Хони или же Хани Свомп из данной коллекции. Вот она, наконец-то у нас появился оператор с вами. У нее немножко косят глаза. Ну, что поделать. Зато посмотрите, какая шевелюра. И это, ну, конечно же, всегда огромнейший плюс. И я уверена, я бы даже хотела иметь такую прическу. Не волосы, а мочалка. А дальше уже пошли Монстряшки из базовой коллекции. И вот в таком вот виде тут лежала Торли Страйп. Слава богу, шарниры ее не поломались. На ее лице видны какие-то два пятнышка от лака. Почему? Как такое произошло? Надо будет стирать. И также у нее волосы не так сильно злачены, как они были вообще в первом виде в коробке. Зато это желанная хотелка базовая Тора. Раз уже речь пошла о базовых куклах, то, я думаю, не надо пропускать еще девчонок из данной коллекции. И это Эбби Бомин Эйбл. Ух ты, она шикарная. Сколько раз беру ее в руки и постоянно восхищаюсь вот этими меховушками. Но вот чего меня сейчас очень удивило в этой кукле, это разболтанные шарниры. В принципе, это свойственно первым базовым куклам, так что ничего нового. А мейк у нее просто шикарный, настоящий такой русский образ. Хотя на самом деле все мы знаем, что это не так. Еще одна базовая кукла. Это Венера Максайтрап. Вау! Ее волосы очень приятные на ощупь. И хочется просто сидеть и вот так вот гладить, как будто бы это антистресс. То есть некоторые там лопают баблы, а мне достаточно потрогать волосы Венеры. Я, да, странный человек. Здравствуйте. В одной посылке ко мне приходила Венера. И у нее отдельно вот сумочка лежала в пакетике. Меня это так удивило. Ну и, конечно же, приятно обрадовало, потому что видно, что производитель не упускает таких маленьких деталек. А что меня удивляет, это вот такой вот хвост, который завалялся в посылке. От кого? Интересно? Что? Что вообще? Ладно, положим его пока в центр. Пусть он будет ждать своего часа, своей хозяйки. Еще одна кукла. Кстати, это моя любимица не только из базовых кукол Монстр Хай, но и вообще из всех кукол Монстр Хай. Это Ребекка Стим базовая. У нее я всегда просто в восторге от этих шарниров в ногах, поскольку они вот так вот могут двигаться в разные стороны. И разве это не прикольно, что Ребекка принимает такие различные позы? Ну а так у нее очень милое такое личико, и оно заставляет меня улыбаться. А напишите в комментарии, какая самая любимая ваша куколка. Мне будет очень интересно почитать, а также за что вы ее любите. Они солдатиками лежат, но я уверена, в общей сумме будет смотреться очень эффектно. Надеюсь. Но это не точно. Так, давайте с вами уберем лишнее. Лишнее, окей. И что я вижу? Ребят, вы не поверите, а я не поверю. И так, следующая кукла меня удивляет. Мы ее с вами только что, ну как, только что, наверное, минуту назад достали. И это Хони Свамп. Она также из коллекции Фреддс Камера Экшн. И в отличие от вот этой вот Хони Свамп, у нее намного меньше шевелюра. И это, кстати, заметно при сравнении. А еще некоторые локоны заметно светлее, чем у другого выпуска. Возможно, они выгорели или просто так прошиты. Но это непонятно. Одному богу известно. У вас наверняка возникнет вопрос, ну а Лиса, зачем тебе две куклы? Итак, ответ на этот вопрос вы узнаете в конце видео. И это не один такой сюрприз, потому что там еще лежит Клод Вульф из тоже коллекции полуторной базовой серии. Он немножко пляшивый. Но это добавляет ему, наоборот, такого креативного образа волка. Да, почему бы и нет. И он лежит в более таком, кажется, упрощенном виде, потому что у него нет платка на шее, а также нет шляпы. Ну а еще серьги в левом ушке. А без этой персоны Школы Монстров просто бы не было. По крайней мере, до ребута это было бы так. Это директриса Бладгуд. Пока что без коня-кошмарика. Но мне кажется, я его там уже нащупала. У нее очень смешная прическа, потому что она растрепалась. Но все мы знаем, что всегда такие мелочи, они поправимы. То есть не надо быть даже каким-то супер парикмахером, чтобы справиться с прической куклы. А далее Скелита Калаверас. Девчонка, которой стараются подражать многие, скорее всего, девочки. Потому что ее тело это кости. Да, такая вот необычная кукла. Скорее всего, она многих пугает. Но я привыкла. И я надеюсь, вы тоже к этому уже привыкли. Потому что монстры надо принимать такими, какие они есть. Но я как Монстр Хэй-коллекционер привыкла к этому. И для меня это, наоборот, очень интересная кукла. Одна из самых таких необычных. Так, что-то очень много Монстр Хэй. И давайте с вами посмотрим, какие же эпиряшки тут есть. Потому что первая кукла из Эвер Астер Хэй, которую я вижу, это Эппл Вайт. Настоящая красавица из коллекции Wait Wonderland. То есть дорога или пусть страна чудес. У нее шикарная корона на голове, бантик. Волосы такие приятные на ощупь. А также ее платье, оно очень смешное. Особенно если смотреть снизу. Но не смотрите снизу, зачем нам это. В общем, эту красавицу я расположу рядом со скелетой Калаверос. Вот так вот. И на ручках у нее даже прикреплены специальные вот эти пластмассы, которые держат сумку и другие аксессуары. То есть вообще, ну не муханая кукла. Итак, мы смотрим бумажки. Отложим их в сторону. Перейдем, наконец, к куклам. Я вам не могу даже проспойлерить, что находится внутри. И показать элементарно, как они все там уложены. Поскольку я просто не могу чисто физически поднять эту посылку. Итак, и наконец-то Клодиан Фульф из коллекции 13 желаний. Сказочная красавица. Особенно у нее прекрасные волосы. И мне безумно нравится этот цвет. И сочетание такого светло-коричневого с фиолетовым. Выглядит очень хорошо. Давайте посмотрим еще одну Эверяшку. И это Сидорвуд перевыпуск. Да-да-да, вы, наверное, сейчас подумаете, как же я отличила. Ну, во-первых, по волосам. Их немного поменьше, чем у первой волны Сидорвуд базовой. Также, где... Ой. Я случайно осталась с кистью Сидорвуд. Что за бред? В общем, да. Это тоже отличительная особенность перевыпусков. Наконец, я заметила по обуви, что она не прокрашена. Нет бантиков, насколько я помню. И других аксессуаров у Сидорвуд. Ну, а также отличается печать глаз. Эх. А далее монстряшка. Монстряшка. Это первый эксклюзив в линейке Монстр Хай, который появился у меня в коллекции. Я первый раз держу в руках куклу Кэти Нуар с распущенными волосами. Обалдеть. Знаете, а так намного круче на самом деле. Классно, классно. Только вот с ее прической надо что-то делать. Вот как-то немного чертяк, что ли. В общем, сейчас работать парикмахер. Так. Все, боже мой, я влюбилась. Я просто влюбилась в эту куклу. Вот именно без хвоста. Она шикарно выглядит. Почему производитель не сделал такого? Боже, я хочу поговорить про нее вечно. Она мне очень нравится. Классно, что поделать. Вот не думала, что на самом деле будет так клево смотреться. И что Кэти Нуар пятница 13-ая на самом деле очень идут распущенные волосы. Но это мое мнение. Так, что-то я очень много говорила про Кэти Нуар. И зачем? Потому что следующая кукла это Аперетта. У нее очень хорошо золочные волосы. Так. Прошивка хорошо. Все отлично. Я только сейчас заметила, что некоторая часть на голове окрашена в красный, другая в черный. Чтобы так сливалось. Хиперюги. Но мне кажется, просто я слоубок. О, еще самую маленькую деталь заметила. Это скрипичный ключ на ее ботиночках. Это очень, конечно, хорошая детализация. А еще у нее есть кольцо на пальце. Следующая кукла, мы ее уже с вами видели. И вот опять хвост. И Торрелис Трейп базовая. Ой, желанка многих. И я уверена, что если вы будете верить в свою мечту, то она обязательно сбудется. И вот этот Орелис будет ждать вас. И так что смотрите видео до конца. Следующая кукла в посылке это Купидон. Красавица. Из коллекции Трон Каминг. И вот у нее, ох, какая большая шевелюра волос. И я уверена, она вот тоже отлично смотрелась. С распущенными волосами. Особенно мне нравятся у нее вот эти красивые крылья. Они намного лучше выглядят, как по мне, чем базовые. Потому что тут она как настоящий Купидон. Ой, а еще ее платье осыпается на мои штаны. Теперь я тоже блистаю, как и Купидоша. Доща-доща. Я реально вся в блестках. О, вот и наконец-то. Я же говорила, что я нащупала коня. Каким местом только. В общем, это конь-кошмарик. Директрисы Бладгоут. Вот он, наконец-то. Так, ну, куда бы поставить-то? В центр, наверное. Ладно, пока конь будет стоять по центру. Пока свободно местечко. Еще одна кукла базовая. Это Нефер Даниил. И из такого заметного в ней... Ну, все в ней отлично, конечно. Но вот рука у нее от Нефер Даниил Буйорк Буйорк. И причем, что самое интересное, две руки на самом деле левые. Да. Все-таки можно, я считаю, полюбить куклу такой, какая она есть. Потому что очень эксклюзивный выпуск. Нефер Даниил базовая. Это же когда она выпускалась? Сколько лет прошло? Некоторые люди состариться успели. Так, так, так. Я вижу два хвостика. Беленький и такой серенький. То есть вы уже можете докататься, если являетесь монстр хайлайвером, что белый от Катрин Демяу, а серенький, скорее всего, от Пурсифоны и Демяул Лоди. Так, это спойлер. Это да. Ой, я тут чего-то рву. Нет. Еще одна куколка. Это Гулия Елпс базовая. Она очень клевая. И я помню, однажды я ее увидела в Греции. Просто проезжала мимо какого-то магазина. Значит, это просто деревня какая-то. За 100, 200, 300 километров от города какого-либо пустыня. И там стоял магазин с игрушками. И я решила туда зайти. Такая, что же там лежит? И там лежала Гулия Елпс базовая. Причем это было, наверное, года два назад. Понимаете, мой шок просто. Жаль, рядом не было камеры. И я бы могла снять мой просто плачем в глазах. Потому что... Жесть! Просто какая кукла, какая находка. Какая боль! Какая боль! Далее куколка Робекка Стим. Базовая. Так, мы ее уже с вами доставали. Это верно, это точно. И вот у нее... Волосы прям имеют такой запах. Мне очень напоминает эта гостиница обычно. Ну что, технический монстр, что тут поделаешь? Такс, ну и наконец, да, мы с вами говорили об Катрине Мяу. Я ее имя и фамилию уже упоминала. Так что вот, собственно, и кукла. У нее такие волосы, прям как у нее сейчас. Очень похожие, на самом деле, на предмет грязности. В общем, такая утонченная Скорижанка теперь тоже отправляется в школу. Эх, обидно, печально. И что ей не нравилось, вскори же. Так, давайте с вами полистаем, что есть еще. Пам-пам. Итак, это Клео Даниил из полуторной базовой серии. Мне в ней безумно нравится, ну, во-первых, печать. Она всегда такая достаточно прикольная. И ей это очень идет. Мне, во-вторых, нравится ее помада, потому что это сочетание двух цветов. Такого темно-темно-коричневого и алого. И издалека это смотрится очень, на самом деле, нереально круто, класс. В общем, такая красотка. Еще клевые туфли. Такие, как песочные часы каблукита. Ну, и волосы в таких приятных черных оттенках и биржовых. И еще одна Катриша, которой, собственно, и прилагается вот этот вот белый хвост. Это Катрин Демиал из коллекции Скориш. То есть, Скориш, Сити оф Хайтс. Тут у нее сильно залаченные волосы. И я помню, одно время эта кукла продавалась во Франции в магазинах. А потом ее перестали продавать, и она закончилась, стала эксклюзивом. А еще в посылке лежит милашка Хоулин Бульф из коллекции 13 желаний. Вот с таким вот милым капюшончиком. С такой вот жилеточкой. В общем, красоточка. Помню, она меня особо впечатлила, когда ее выпустили. Ну, а еще в набор же прилагается к ней питомец. Ее питомец Кушан. Поэтому, я уверена, все прям девочки любят эту кукольку. Так. Скоро Хэллоуин. Да, вот уже и прошел год. Вот и снова 31 октября. Хотя, не знаю, я как-то особо не праздную Хэллоуин. Ну, почему-то это как-то не для меня. Ни с кем, что ли. Ну, в общем, не знаю. И тут появилась Дракулаура. Да, она мрачновата, может это показаться. Но стиль Дракулы она все-таки сохранила. Пах, так, так, так. След... А, фу. Тут еще лежали ее крылья. В общем, так они выглядят. Черное малинового цвета. Так, давайте их с вами положим пока сюда. Куколка из коллекции Скориш. Вау! Вау! Я трогаю ее волосы. Мне очень приятно, потому что они такие гладкие. Ой, мамочки, мамочки, мамочки. Кажется, я опять влюбилась. На этот раз в Клодин, потому что на этот раз в волосы Клодин. Класс! Мне нравится, как она выглядит спереди. И как сзади, и как сбоку. И с этого боку. Так, подружек вместе положим. Дракулаурус, Клодин, Вольф. Также вот в такой вот бумаге был завернут мотоцикл Гулии Хелпс. И интересно, будет ли там лежать Гулия. Ну, скорее всего. Он движется, и все в хорошем состоянии. Колесики вот так вот движутся. И ничего не сломалось. В посылке лежат еще много кукол. Так что я разделяю это видео на две части. Смотрите его в скором времени по ссылке в описании. Да, и вас, скорее всего, интересовал вопрос, зачем тебе одинаковые куклы? Для чего тебе вообще повтор? Итак, отвечаю. Некоторых куколок я привезла для своей российской коллекции. Если вы смотрели европейскую коллекцию кукол, если что, ссылку я оставлю также в описании. Так вот, она как раз-таки пополняется. А другая часть кукол уходит в пользу магазина Белевикс.ком. Так что, если вы еще находитесь в процессе и обдумываете, какую же куколку приобрести к себе в коллекцию, то магазин Белевикс всех вас очень-очень ждет. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok